Наверное, я должна вас предупредить о том, чего же ожидать у меня на канале. В целом, конечно, мой блог будет покрывать мою личность и все ее интересы. Я просто буду делиться своим опытом. Я выживать умею везде, в любых обстоятельствах. Как сохранить психику, как не сойти с ума. Это очень актуальная тема в 2024 году. Больше откликается вам, что вам нравится, что вам интересно. И, конечно, я буду учитывать ваше мнение. В большинстве своем я буду учитывать ваше мнение, споки, каки и лайфхаки. Потрясающим их не назовешь. Очень сильное оружие. Люди в шоке. Я в шоке. Все в шоке. Да, я делаю картинки в интернете. Ну, понятно, зачем. И для кого. Я тоже приглашаю вас за всем этим наблюдать. Очень странное приветствие, конечно. Всем привет. Я думаю, прошло уже достаточно много времени, и мне пора дать о себе знать. Это мой канал. И когда-то я выложила несколько видеороликов еще со времен университета сюда. Они завирусились. Я была очень рада. И с таким же радостным настроением про все про это забыла. И забила. И мне очень жаль, что я не начала это раньше. Потому что я всегда мечтала снимать видео на YouTube. С того момента, как я узнала о том, что существует YouTube. И прошло 10 лет, и вот я здесь. Начать это вводное видео я хотела бы представление. Если вы пока меня не знаете, то меня зовут Маша. Я живу в Канаде. Переехала уже 2 месяца назад, и теперь могу говорить, что я уже здесь основательно живу. Я люблю смеяться, вкусно поесть и делиться своими мыслями и видением мира. Мне интересна просто жизнь. Жизнь, творчество, какое-то проявление и реализация себя. Красота, здоровье. В целом об уйти, об устройстве дома и бесконечно вечном. В этом опознании. Мироздание. В своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов, миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет. И также я собираюсь вести свой блог, развивать этот ютуб-канал, вкладывать в него свою душу и деньги, которых немного. Зато души много. Кому это важно? Мне всегда казалось, что я еще успею, что будет более подходящее время. И с каждым годом я не начинала. За последние пять лет в нашей с вами общей биографии произошло очень много сотрясающих событий, которые очень сильно дали понять, что подходящего времени не будет никогда. О том, что нужно учиться жить здесь и сейчас, в текущих условиях, какими бы они ни были. Мне вообще кажется, что фраза «другой раз» — она самая лживая, из какой-то книжной полки по политологии. Другого раза не будет. Собственно, поэтому мы здесь и собрались. Добро пожаловать на мой канал. Мы начинаем. Вот она, Америка. Возможно, в этом жилом доме мы бы поселились. Сначала вот, вот в этом, вот в этом. Но мы не захотели. Отсюда далеко, до метро. Вот такой дом. Вот там, Канада-Wonderland. И так выглядит приемная. Стульчик пошарпанный, конечно. Нам принесли корзинку для вакцины. Нам вот идет прививку от столбника. Мы пришли, нам протерли ножки и пол. Ну а что? И хорошо. Кстати, мы, например, сняли верхнюю одежду и надели маски. Здесь обязательно надеть маски. И еще, кстати, попросят прижать у носа. Вот, прижала у носа. Прижали. Вчера скажу, что с лесами у них что-то не так. Что-то не так с лесами. Окей. В общем, нас делали прививки. Сейчас мы ждем. Посмотрели нас. Все записали. Сделали такое типа обследование небольшое. Состояние здоровья. Я зафиксировала неуважение. Ну ничего, мы еще сделаем обследование. Идем пить кофе обязательно. Что надо? Семьерпенс. Пончики всякие. Кукисы. Нашли протертый столик. Даже чистый. Круто. Ёшка. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нам сделали прививки от столбняка, дифтерии, комплекс Класс, я прививочница Сейчас я покажу, как выглядит, кстати, направление на анализы в Канаде Это направление на анализ крови Я просто наши личные данные там скрыла А снизу довольно общая информация Ну вот, например, креатинин нас проверят Соли, да, на витамин D, я то понимаю, не будут проверять Но в целом, вот такой, я думаю, можно было попросить более детальный чекап Но сначала нормально, посмотрим на это Выдали направление на УЗИ УЗИ выглядит тоже таким вот образом Мне нужно гинекологическое вообще в целом исследование Вот, очень понравилось, например Не знаю, у нас всё быстро, нам нигде не нужно долго ждать Вот ультразвук, да, и анализы мне назначили Мы можем в любое время приехать с понедельника по пятницу И сдавать Я потом, конечно, тоже расскажу, как проходило это Что необычного может быть есть в канадской больнице Едем в магазин славянских продуктов Со сырками белорусскими Обязательно белорусскими Потом даже, может быть, не может быть, я точно сниму Что в канадском магазине славянских продуктов Сразу заходим Соленья Сосиски, колбаса, сарыбки Отдел кулинарии Смотрите Всякие котлетки, рыбка Есть салаты Ну, дороговато, конечно Я взяла рыбку на ужин Вот что тут есть Лосось Где-то Кольче 48 долларов за килограмм вот этот А большие кусочки вот такие 30 долларов за килограмм В итоге получается, что вот такой кусочек, например, 20 долларов Низка жанра Наше сливочное масло Ну и цены тут соответствующие Жалко, конечно Наше масло Все есть Вишня Вот вишня есть Абрикосы, персики Консервированные Вот творог, кстати 8,99 Такой Вот такой 9,99 Что же происходит-то, господи Да, творог не дешевле, конечно Сырки Это факт Рай 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 Смотрите, сколько сырков Давно не ели Очень хочется Очень хочется Здесь, правда, нету пандочек Я их так любила Горчица, скорпион А что? Просто так не назвали бы так Наша картинка пополнилась Гречкой Конфеты, карамельки Доллар 99 за 100 грамм Радости Вот эти очень люблю Потому что папа их любит Тоже Взяла немножко Конфет А шоколадные 2,99 Вот Тоже очень много разных Кстати, смотрите Котики продаются У Севиллу 2 доллара за веточку Бизнес Вот наши корзинки Халва До сушки Конфеты всякие Я потом буду Богатой славянкой И буду Постоянно тут покупать Все Конфеты Сушки Сырки Майонез Гречка Перловка Ну, это Курочка на ужин И рыбка И сырки, естественно Не отходя от кассы Не отходя от кассы Так, покажу Наши покупки Из Ями Маркета Куриное филе Полтора килограмма 14 долларов 65 И на ужин Еще рыбку купили Тоже такая 8 долларов Не знаю, что это за рыба Наверное Просто морская какая-то Потом Перловка Перловка Была Вот сейчас Посмотрим по чеку А вот Доллар 99 Два доллара Вот это было Это На акции Я взяла Мне кажется И Тоже на акции Взяла гречку Вот такая 800 грамм Было 3,99 Ну, это тоже Типа уникальная цена Это просто акция Так обычно Где-то За такую пачку 6, наверное 5-6 долларов Стоит там Вот Потом Брали сельки Это я к чаю Еще Два уже съели По дороге По-другому Нельзя было Майонез брали Тоже на акции Был Сейчас Майонез 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 4,99 Но это тоже акция Так он типа 8 долларов Стоил Поэтому мы решили Почему бы Не взять В ведро майонеза Хава Конечно Тоже хава Хлебцы Я пока заметила Что в Канаде Какая-то проблема С обычными Вот этими ППшными хлебцами Которые просто Там типа Вот По составу Коричневый рис Дикий рис Дикий рис Какой-нибудь Бла-бла-бла Соль И все Максимум Вот Поэтому Не знаю Вот эти Два доллара Стоили Было Классно Сушки С маком Круто Таадар Лизнецов Всяких Пакет Конечно Жарочки Взяли Чуть коровка Там Вот эти Батончики Типа Малибу Вот такие конфеты Так Это просто Для больных Все И за все Это мы Заплатили 54 доллара Ну вот Кстати Сами продукты 52 доллара 83 И еще Около Полутора долларов Налога Такие дела Босса купила Сейчас еще Покажу Нашу Выглядит Не очень Презентабельно Это пюрешка С укропом Яйца Жареные Котлеты ППшные Вот Сейчас Авокадо Еще будет Там Нормальные Калории Потом посчитаем Вот Что еще Чайную Тарелочку Готовлю Сейчас Порежу Туда Сырок Один И второй А вот Вот они же На мне На мне Были И сушки Класс Прошло Ровно Три дня С момента Дарения Эта игрушка Антистресс Представляете Сколько стресса Было У человека А вот А вот И за три дня Продолжение следует... Продолжение следует... Все Не включая ярко свет Вду в душ И спать Всем спасибо за внимание От этого никуда не деться Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Пишите В комментариях Ваши идеи Для следующих видео Что бы вы хотели от меня увидеть Если что-то Что бы мы хотели от меня услышать Про Канаду Как Прошла наша адаптация Уже за первые два месяца Есть ли какие-то отличия Тоскуем ли мы по родине Естественно Сколько стоят Продукты Можно ли найти Крабовые палочки Все в таком духе Разбавлю это Искрами своего Невероятного юмора И харизмы Поэтому Оставайтесь со мной Чай я не пила Чай я не пила Это что? Это оттуда Это оттуда